Весна пришла весне дорогу и на фоне просыпающейся от зимней спячки природы всей страной мы отмечаем самый весенний праздник 8 марта. И сегодня мы расскажем вам о самых женских видах спорта. Здравствуйте, в эфире программа «Второе дыхание». Есть женщины в русских селениях и несмотря на то, что несущиеся кони и горящие избы уже не в моде, умение постоять за себя и за своих близких всегда будет актуально. Женская борьба вольного стиля – это довольно молодой вид спорта. Первый чемпионат мира прошел в 1987 году в Норвегии. В нем приняли участие 47 спортсменок из 9 стран. Сильный импульс для развития женская борьба получила после включения ее в программу летних олимпийских игр в 2004 году, став таким образом третьим женским олимпийским единоборством после дзюдо и тэквондо. В Рязанской области женская борьба начала активно развиваться после Олимпиады в Афинах, когда была организована профильная федерация. Мы возглавляли федерацию спортивной борьбы 4 года назад, занимаемся развитием и рекламой продвижением женской борьбы уже 3 года. История женской борьбы напрямую связана с двумя видами спортивных единоборств – вольной борьбой и греко-римской, то есть классической. Однако опытным путем выяснилось, что греко-римская борьба для женщин вполне подходит, ведь этот древний вид единоборства требует очень большой силы торса. Все захваты и броски соперника здесь производятся только руками. В силу физиологии эффективно проводить приемы борьбы греко-римского стиля у женщин не получается. В вольной же борьбе разрешается выполнять подножки, подсечки и захваты за ноги, а в портере допускается переворачивать соперника на спину, используя для этого любые захваты, обхваты и действия руками и ногами. Поскольку греко-римская борьба требует большой силы торса, поэтому она не получила широкого распространения у женщин. Физиологически, да, девушка в женской борьбе, все равно мы отличаемся по силе. Если мужские приемы где-то можно включить физическую подготовку, силу, то в женской борьбе больше гибкость, где-то эмоциональный фактор. Поэтому в этом направлении надо работать. Не нужно залазить под соперника, где вот вы видели, что возится и не может оттуда выбраться. Зачем туда-то залазить? Поэтому и нужно строить борьбу, приемы на том, что через колено, а не на коленях. И вообще другие приемы. Мнения о женской борьбе до сих пор неоднозначны. Многие специалисты считают, что этот вид спорта весьма травмоопасен. Еще одним препятствием является общественное мнение. Ведь, как думают многие люди, борьба – это отнюдь не женское дело. Впрочем, сами спортсменки с этим не согласны. Что тебя привлекло в женскую борьбу? Потому что считается, что это такой жесткий вид спорта. Ну, я припробовала много спорта, там танцы, но это было все не мое. И пришла вот на борьбу. Меня девочка приняла, и мы начали заниматься борьбой с ней вместе. Что особенного нравится тебе в борьбе? Броски вот это все такое, ведь так красиво. Сколько лет уже занимаешься? Три года. Какие результаты за это время смогла добиться? На последних соревнованиях я заняла первое место и стала кандидат в мастер спорта. Где соревнования были? В Москве. Ну, вот скажи, вот многие просто говорят, что женщины, как бы, ну, такие женственные должны быть. А тут вот борьба все-таки, броски, захваты. Вот что, как бы, вот почему тебя привлекает женская борьба? Ну, потому что остальное было не мое. Я и на танцы пробовала ходить даже. И остальное было не мое. Мне хотелось что-то более мужское. Я хотела... Сначала я занималась футболом, но я не успевала заниматься танцами и футболом. А так как борьба и танцы были в одном, как сказать, здании, то я успевала ходить. Я первый год ходила и туда, и туда успевала. Потом получила на танцах диплом и перешла полностью на борьбу. Сильным испытанием для всех видов спортивной борьбы выдался прошлый год, когда чиновники из Международного Олимпийского комитета, неожиданно для многих любителей спорта, решили исключить борьбу из программы Олимпиады. Основной причиной тогда называлась незрелищность единоборств. Как незрелищность? Для кого-то, конечно, если человек не понимает борьбы, они незрелищны. Надо пару раз ходить в спортзал, какие-то соревнования, просто смотреть. В моем мнении, я так думаю, если по честному сознаться, вот большинство золота и по вольной борьбе. Сборная Россия всегда... У нас было 10 медалов сразу золотые, вы понимаете? Большинство здесь больше тренируется борьбой, чем там, я так думаю. Кто сказал, что женщина – существо слабое, а бокса – чисто мужской вид спорта? Женский бокс – занятие не для каждой. Этот вид спорта суров и жесток, он грозит травмами и болью. Но почему-то в наше время это никого не останавливает. Женский профессиональный бокс впервые шокировал широкую аудиторию весной 1996 года. Тогда, перед поединком Майка Тайсона и Фрэнка Бруно, был проведен бой, в котором участвовала известная звезда женского бокса тех времен Кристи Мартин. Многие зрители получили гораздо большее наслаждение от бескомпромиссного и азартного женского поединка, нежели от быстро закончившегося главного боя мужчин. Именно тот вечер спортивные обозреватели называют днем рождения женского профессионального бокса. За последние несколько лет этот вид спорта получил широкое распространение во многих странах мира. А на Олимпиаде 2012 года состоялся первый женский турнир, в котором российская сборная завоевала две серебряные медали. Рязань, как известно, город спортивный. И уж, конечно, женский бокс не обошел нас стороной. Кроме того, нам есть чем гордиться. Нет таких соревнований, на которых рязанские спортсменки остались бы без медалей. Вот и на чемпионате ЦФО по боксу среди девочек, юниорок и женщин, который проходил в Тульской области в середине января, наши спортсменки существенно пополнили копилки наград. Рязанская сборная в составе шести подопечных тренера Михаила Князева привезла четыре золота и две бронзы. Участвовало очень много девчонок. Приехало около 120 человек было у нас из разных городов. Московская область, Тула, Липецк, ближайшие города. То есть были бои, поединки очень жестокие. Даже девочки такие хрупкие были, очень разных возрастов и уровня подготовки. Тем не менее, очень понравились финальные бои, предфинальные поединки, которые прошли. Было очень много нокаутов, нокдаунов. Так вот значительно провели. По словам Марии, золото было завоевано, что называется, на ура. Бои были закончены досрочно, что явная и неоспоримая победа. Глядя на мою собеседницу, хрупкую, красивую, улыбчивую девушку, прям-таки не верится, что шутки с ней плохи. И она всегда может постоять не только за себя, но и за окружающих. Причем, мало если что, явно никому не покажется. А по словам самой Маши, ее спортивные достижения помогают не только в повседневной жизни, но и в непростой работе служебного пристава. Очень помогает, даже очень приветствуется. То есть у нас работа такая сложная, скажем. То есть мы должны защищать людей, но обезопасить их. Поэтому навыки бокса даже необходимы. Конечно, многие считают, что бокс – это все же не женский вид спорта. Да и не каждая девушка применяет маникюр на боксерские перчатки и не побоится блистать синяками. Для моей же собеседницы все это совсем не проблема. Были случаи, да, я с синяками ходила, но это все замазывается, быстренько проходит, то есть, да, ну, не так страшно. То есть, да, есть в основном у девушек тоже синяки, в основном губы разбитые, ну, и это уже жизнь к этому привыкает, и, в общем, не так страшно. То есть для тебя именно бокс и другие единоборства – это стиль жизни. Стиль жизни, да, вот это вот правильно будет сказано. А на вопрос о том, что же дальше, конечно, ответ только лучше и больше. КМС по кикбоксингу неоднократная победительница всероссийских соревнований по грепплингу и бразильскому джиу-джитсу на достигнутом останавливаться, конечно же, не собирается. Что дальше от тебя ждать? Какие-нибудь ММА? Да, дальше, я думаю, да, пойдет уже смешанное единоборство, поединки по микс-файту. Но это в дальнейшем, сейчас тренируюсь, развиваюсь в этом направлении. Может быть, что-то удастся где-нибудь выступить. В общем, есть женщины в русских селениях, так что стереотипы, мифы и предрассудки о том, что бокс – не женский вид спорта в сторону. Главное – иметь правильный подход и оставаться девушкой. А вот если речь заходит о самых женственных видах спорта, конечно, красота и грация гимнасток мало кого оставляют равнодушными. Художественная гимнастика, пожалуй, один из самых зрелищных и изящных видов спорта. Причем вид спорта этот довольно молодой. Появилась она благодаря мэтрам балета Великого Мариинского театра и быстро завоевала мировое признание, став очень популярным видом спорта. А к олимпийским видам спорта гимнастика присоединилась в 1980 году. В разное время олимпийскими чемпионками были Марина Лобач, Яна Батыршина, Екатерина Серебрянская, Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Ирина Чащина. Художественная гимнастика уже давно является одним из самых популярных видов спорта в нашей области. И что важно, нам есть чем похвататься. Наши землячки выигрывали чемпионаты мира, Европы, России, многочисленные кубки и первенства спорта обществ. Наталья Белкина, Дарья Королева, Татьяна Сергеева, Яна Луконина. Это список только настоящих звезд, рязанских воспитанниц, завоевавших высшие награды на крупных соревнованиях. Копилки спортивных наград пополняются постоянно. Наши девчонки всегда показывают класс на всевозможных соревнованиях. Сколько тебе лет? Уже 12. Как давно ты занимаешься художественной гимн? Я занимаюсь с 5 лет. Мы шли мимо зала, и мама спрашивает, хочешь дала? Я сказала, хочу. Это была любовь с первого взгляда? Да. В художественную гимнастику дети приходят рано, обычно в 4-5 лет. В этом возрасте мышцы и связки еще пластичны, легче поддаются растяжке. И если этот вид спорта захватывает, то начинается другая жизнь. Совсем не такая, как у сверстников. Хорошая гимнастика тем, что у нас женский вид спорта, у нас нет мальчиков, мы как-то отделены. Вот у нас своя группа, мы и в лагерь ездим, и на соревнования все это, и мы отрываем их от мамок, приучаем их самих уже с детства и причесываться, и одеваться, и умываться, и правильно питаться. И все, у нас просто девочки как бы в взрослой жизни более подготовленные, быстрее подготавливаются, потому что они уже с 10 лет самостоятельные, даже с 8 лет. У нас девочки уже на соревнования уезжают иногда с 8 лет, без мамок, без папок, и ничего, не плачут, им все нравится, они дисциплинированные. Художественная гимнастика – это безумно красивый, но жестокий вид спорта. Пластика, гибкость, поразительная растяжка и точеные фигурки. Несмотря на кажущуюся легкость, которую гимнастки выполняют упражнения, как и любой спорт, это прежде всего тяжкий труд. Улыбка, на разворот плеч, наклон головы, каждое жесто – все здесь выверено, красиво, уверено. А вот чтобы так в итоге получалось, тренироваться приходится каждый день по несколько часов. Сколько тебе лет? 11. А сколько ты уже лет занимаешься в художественной гимнастике? 6. 7. А почему решила заниматься? Ну, мне понравилось, я пошла, и были результаты. Скажи, пожалуйста, это очень физически тяжело, или ты привыкла? Ну, я уже привыкла. А что самое главное в этом виде спорта, как ты считаешь, вот чтобы побеждать в нем? Ну, надо стараться, трудиться, стремиться к этому. Как часто ты занимаешься, тренируешься? Каждый день. А сколько часов? По 5-6. Время, как известно, меняет все, а меняется и художественная гимнастика. Сейчас, например, запрещены многие опасные элементы. Тренеры, по словам Ольги Пучковой, стали гуманник своим подопечным, а костюме стали еще красивее. Каждый олимпийский цикл меняется, меняется гимнастика. Сейчас она более такая доступная стала гимнастика, так как убрали очень много рискованных элементов тела, которые могут травмировать это забедренные суставы и спину. Вот, их просто категорически убрали из этого. И вставили больше танцевальных дорожек. Теперь у нас девочки танцуют как можно больше. Чем они больше танцуют, тем у них даже больше оценка. Поэтому мне нравится, что именно сейчас такая гимнастика, она яркая такая. Еще разрешили с голосом, можно под песню петь, как фигурное катание. Одно упражнение, получается очень много песен, особенно для детей детские песенки. И дети под них развиваются, танцуют. И получается соревнование как праздник, такой, знаете, концерт. Теперь больше красоты, танцев, движений и предмет. Они занимаются с самых ранних лет, превозмогая боли, слезы. Рано становятся взрослыми и самостоятельными. И уже в 17 подумывают о том, что, возможно, пора тренировать уже подрастающее новое поколение юных граций. Я с 5 лет занимаюсь художественной гимнастикой. Лет, наверное, в 10 перешла в локомотив тренироваться. Стала сразу же ездить на разные соревнования за границу. По России очень много посетила разных стран, много чего увидела. Вот недавно выполнила мастера спорта. В принципе, 17 лет – это уже потолок, да, для художественной гимнастики? Нет. Ты планируешь дальше заниматься? Ну, хотелось бы. Ну, и, может быть, в дальнейшем свяжу свою жизнь со спортом. Грациозные, ловкие, красивые. И сколько бы лет они не посвятили художественной гимнастике, правильная осанка, хорошая фигура и гордо поднятая голова – это на всю жизнь. Они всегда будут шикарно танцевать, красиво двигаться и чувствовать себя уверенными. А это, согласитесь, дорогого стоит. И на этом на сегодня все. С весной вас, друзья, и, конечно, будьте спортивными и здоровыми. И пусть всегда у вас открывается второе дыхание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова